Приветствую вас. Я бы хотел разделить то, что вам нужно делать в вашей ситуации на несколько частей. Первая часть – это определить момент, причину, мотивацию вас обоих в последнее время сильно ругаться. То есть вот когда вы говорите о том, что вы начали ссориться в последнее время, когда вы говорите о том, что вы начали ругаться, вот это первое, чего нужно начать. То есть почему так начало происходить, какие моменты стали тому причиной, что заставило, что сподвигло вас так себя вести, необходимо разобрать конфликт. Конфликт есть, потому что в противном случае вы бы не ругались. Конфликт есть, потому что в противном случае ваш мужчина не стал бы вести себя таким образом, хотя здесь возможны варианты, с этим еще нужно разбираться. Но в любом случае начать нужно с того, чтобы определить, почему вы начали ссориться. Это самое главное. Второй момент, касающийся того, как вы воспринимаете своего молодого человека. Значит, данный аспект связан с тем же, что вы воспринимаете его чересчур близко к центру. Он для вас слишком значим, чересчур значим. И это плохо. Почему? Потому что молодой человек, судя по всему, выполнял роль для вас не только молодого человека, как такового, но и еще молодой человек был для вас другом, был для вас кем-то еще, еще, еще и еще. То есть, условно говоря, вы молодого человека своего воспринимаете куда гораздо более значимым, чем он есть на самом деле. Чем он может быть для вас на самом деле. И эта значимость связана с тем, лишь только, что вы реализуете через него свои потребности. И тогда, если мы, принимая с вами этот момент, то есть, момент, момент, что вы реализуете с этим человеком свои потребности, то нужно сказать, что вы от него зависимы. Вот вы говорите, я не могу там делать что-то без него. Это явное проявление зависимости от молодого человека. Иными словами, Молодой человек чувствует, что вы ждете от него некоторых, некоторых, некоторых ролей, некоторых выполнений, некоторых выполнений ролей, которые он выполнять в принципе не должен. Это в частности, ну, такие поведенческие модели, которые не связаны с мужским поведением напрямую. То есть, вы говорите, он для вас стал родным человеком. Вот это вот чрезмерное сближение с ним, растворение в нем, вследствие того, что он вам для себя очень нужен. Ну, вот яркий пример можно вам привести в курсовой. Вот вы говорите о том, что без него вы не видите смысла делать эту курсовую. Давайте подумаем. А как же так? Как же так вы не видите смысла делать эту курсовую? Без молодого человека. Ну, а вам для себя, что нужно? Вам для себя, что необходимо? Вы для себя чего-нибудь хотите? Вообще. Вы для себя желаете чего-нибудь? Почему вы так сильно растворяете в своем молодом человеке? Ему это, конечно же, не нравится. Ему не нравится, что вы чересчур большое значение ему придаете. И именно поэтому, скорее всего, он так себя с вами и ведет. Потому что ему не нравится, как вы его воспринимаете. Вам нужно быть таким образом более самостоятельно. И через самостоятельность и ненависть отдельно подумать, что для этого нужно сделать, почему у вас этого нет. Это уже детали, это уже вопросы личной консультации с вами. вот, но тем не менее необходимо, чтобы вы для себя вот этот момент определили, почему вы так сильно от него зависимы. Ибо любая зависимость это плохо. Надеюсь, что вы это осознаете и придете к этому пониманию и тем самым отойдете немножечко от идеи обязательного возвращения молодого человека. Потому что, ну, объективно все же нельзя вернуть того, кто например, не хочет этого. А если ваш молодой человек этого не хочет, то, соответственно, его не вернуть. И вам нужно как бы к этой мысли себя готовить. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего аномального, в этом нет ничего ненормального. Но вам нужно ставить свои собственные цели и как бы жить им своими собственными целями, а не молодым человеком, что у вас происходит сейчас. Далее, последний момент, последний пункт, это пункт выстраивания общения молодым человеком. Иными словами, вам нужно сделать упор сейчас на дружбу. То есть, вы ему скажите, что хотели бы с ним дружить, хотели бы просто с ним сохранить какие-то отношения, какие-то связи, чтобы не потерять человека, ибо он для вас все-таки дорог. И вот это поможет вам с одной стороны его расслабить, то есть показать ему, что вы готовы принимать его любым, вне зависимости от того, с вами он или нет. То есть, вы таким образом покажете, что вы направлены соцелями на него, на его, какие-то интересы, а не на свои, свои, что очень важно. и с другой стороны, вы можете общаться с ним так, как вам, ну, как вам обоим было бы приемлемо, как вам обоим было бы комфортно, а не только так, как, например, хочется этого вам. Потому что нельзя думать только о себе. Если мы говорим именно о отношениях. То есть, последний момент это форма. Это форма вашего взаимодействия сейчас. То есть, вы не, вам не стоит, точнее, точнее, вам не стоит преследовать цель в обязательном порядке вернуть отношения, потому что это, возможно, уже нельзя сделать, нельзя вернуть отношения в той форме, в какой они у вас были, потому с вами молодой человек расстался. Но можно попытаться построить что-то новое. И для того, чтобы строить что-то новое, необходимо как раз таки действовать именно так, как я вам сказал. Это безусловная работа. Это безусловная работа с вами, потому что вас объективно что-то заставило молодого человека воспринимать чересчур близко, и что-то заставило вас не иметь никакой возможности быть без него. То есть что-то вас к нему очень крепко, плотно привязало. И нужно с этим моментом тоже разобраться. Потому что это говорит о том, что вы стираете личные границы, когда общаетесь с людьми. Вы размываете личные границы, вы готовы сейчас потерять свою самостоятельность и свою самобытность ради того, чтобы быть с этим мужчиной. А это все-таки не ест хорошо. Потому что никому не нравится, когда в отношениях с ним человек, партнер, если угодно партнер, да, теряет свою самобытность. Самобытность терять нельзя, терять нельзя. не то, что вы пишете сейчас о том, что вы готовы сделать все ради того, чтобы молодой человек вернулся. Именно это, как ни странно, ваша готовность на все. Именно это и обосредовало, обусловило ту ситуацию, которая с вами сейчас произошла. тот молодой человек ощутил, что вы чересчур сильно в нем нуждаетесь и чересчур большая на нем лежит ответственность за, ну, например, вас, что ему не понравилось, что начало его тяготить, потому что он хочет, хотел и хочет находиться в отношениях с полноценным равноправным партнером, коим вы по вашему описанию не являетесь. И вот эти три направления вам нужно достаточно подробно прорабатывать с психологом в процессе личной беседы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.